Всем привет! С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Сегодня у нас очень короткий скринкаст и краткость его намеренная. Это как раз для того, чтобы столкнувшись с файлом CSV, вы знали, что бояться тут нечего. Тут все просто. CSV от английского comma separated values значение разделенное запятыми. Это самый простой способ предоставления данных таблиц. Любая таблица, скажем Excel, содержит кучу дополнительной информации, которую поймет и адекватно воспроизведет только Excel. Вот, например, простейший формат VCF. Так сохраняются контакты в телефоне. Куча дополнительных символов, всякие двоеточия, табуляция и прочее. Понятно, что телефон под Android соберет это все обратно в список контактов легко. Он это все знает и понимает, а вот в Excel или любой другой программе могут возникнуть сложности. Так вот, чтобы этих сложностей не было, был введен формат CSV. Максимально простой, в котором нет ничего лишнего. И многие сайты, приложения и так далее используют его или в том числе его для сохранения табличных данных. Вот, например, Airtable. Очень крутое приложение для работы с таблицами. Я делал по нему скринкаст, ссылка в описании. Вот простая таблица. Если мы захотим ее сохранить, то Airtable, собственно и созданный для того, чтобы максимально упростить работу с таблицами, предложит скачать данные в CSV. В самом простом формате. CSV потом поймет не только Airtable, но и куча других приложений. Вот так выглядит файл. Только данные таблицы, разделенные запятыми, и ничего лишнего. Airtable, как я уже сказал, все это поймет и соберет обратно. А что увидит в этих данных, например, Excel? Я пользуюсь не Microsoft, а OpenOffice. Люблю бесплатные программы, чего и вам желаю. Но в Excel, я думаю, алгоритм должен быть таким же. Открыть файл. Находим наш скачанный CSV. Открыть. И вот она, наша таблица. Тут все правильно, но есть одна сложность. Изначально формат предполагает, что каждая новая строка — это строка таблицы. А данные, разделенные запятыми, это столбцы таблицы. Но формат, на самом деле, достаточно подвижен. Иногда данные разделяются точкой с запятой, иногда вообще просто пробелом. Формально эти форматы называются по-другому, но на практике все это объединяют в CSV. И поэтому здесь нам предлагают выбрать разделители. Это на тот случай, если CSV не совсем чистый. Например, если установить в качестве разделителя еще и пробел, то картина меняется, и файл будет выглядеть вот так. То есть неправильно. Какие-то столбцы он собрал правильно, а notes по метке он честно раскидал по отдельным столбцам, поскольку принял каждый пробел за разделитель. На самом деле у Airtable чистый CSV, классический, поэтому здесь нужно оставить только две галочки — табуляции и запятые. Да и табуляцию, честно говоря, можно убрать. Вдруг что-нибудь всплывет потом. Вот. И мы получаем идеальную таблицу в Excel. Так что это единственный недостаток CSV. И надо действовать методом логического тыка. Если таблица расползается, играйте с разделителями. И правило, чем чище CSV, тем меньше галочек. В идеале только запятые. Ну а если вдруг вам зачем-то понадобится самому создать файл CSV, то вы уже поняли, что нет ничего проще. Открываете блокнот, вбиваете данные, разделенные запятой, Enter — новая строка таблицы и сохраняйте файл в формате CSV. Все. Посмотрим, что получилось. А вот. Все получилось. Сам радуюсь простоте формата и объяснения. А то вот так столкнешься, какой CSV, куда его пихать. А приглядишься все же для нас, для людей, чтобы нам было проще. Все любите друг друга, не всякие три буквы подразумевают под собой какой-то сложный предмет. Иногда предельно простой. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.